Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании iMarkets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня 17 мая. Посмотрим календарь экономических новостей для того, чтобы понять, к каким экономическим событиям стоит присмотреться, чтобы поторговать, а от каких стоит воздержаться. Понедельник у нас уже заканчивается. Особого здесь ничего нет сегодня. Завтра, 18 мая, у нас будет ВВП квартальное по Японии в 4.50, но это достаточно рано. Затем по британскому фунту стерлингу и изменения числа заявок на пособие по безработице могут повлиять. Изменения достаточно сильные. Было 10 тысяч, станет 105 тысяч. Поэтому вполне возможно волатильность будет. Далее. Судя по цифрам, другие новости не очень важны. В 19 часов по еврозоне выступление президента ЕЦБ будет. Тоже стоит присмотреться. В среду, пожалуй, кроме новостей по нефти, ничего не предвидится. В 19.30 по доллару, вот столько раз, чтобы присмотреться, новость по нефти может немножко двинуть доллар. Значит, в четверг у нас изменения занятости по Австралии, но изменения не очень сильные. Публикация бюджета по Новой Зеландии. Также я бы не сказал, что это важная новость. В 17.00 выступление президента ЕЦБ опять. И вот в 20 часов вечера по Канаде пресс-конференция Банка Канады по обзору финансовой системы. Тут может быть что-нибудь придвинется. Поэтому к канадскому доллару присмотреться можем. На пятницу по розничным продажам новость будет. Снижение, снижение процента. Поэтому, возможно, тоже вот канадец отреагирует. Все по остальным валютам достаточно все предсказуемо и спокойно. Поэтому скальпинг, я думаю, по зеркальным уровням будет себя хорошо показать. Итак, перейдем к терминалу. Посмотрим эфир. Для начала, ну, криптовалюты эфир и биткоин. Я прочитал вот новость недавно. Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новоградс в интервью New York Magazine спрогнозировал рост цены эфира до 5000 долларов. Что мы видели? На прошлой неделе хороший рост был. Но сейчас у нас идет коррекция. Но, как известно, коррекция в криптовалюте это еще не значит ее падение. В принципе, потенциал к росту, я думаю, еще есть. Посмотрим. Значит, что нам здесь важно понять? У нас есть некая зона поддержки, да, вот здесь вот по минимуму предыдущему, вот, на которых уже, в принципе, цена, да, показала зеркальные коррекции вот здесь вот. Что нам говорит о том, что цена подчиняется, да, цена эфира подчиняется вот этим вот техническому анализу. Поэтому могу здесь еще нарисовать несколько линий, а вот эту вижу линию. Можно рассмотреть здесь продажи. Также можно отметить линию сопротивления, от которой тоже можно наметить линии точки входа для продажи. Пока вот так. Что касается биткоина, он также находится в коррекции. Значит, мы можем отметить зоны поддержки. Вот такая зона поддержки, она уже себя тоже хорошо отработала. Зеркальные линии, чем хороши, они себя по несколько раз бывает отрабатывают. То есть, если обычная, скажем так, коррекция вот линии поддержки или сопротивления, намного правило работать только один раз лучше всего, то когда это зеркальная линия, она может несколько раз себя отрабатывать. Поэтому стоит присмотреться. Также здесь я наблюдаю еще одну поддержку. Но будьте внимательны, конечно, что торговля на криптовалютах сопряжена с более высоким риском, поэтому рассчитывайте в соответствии с объемом своего депозита. А лучше имейте депозит побольше. Для этого можно, кстати, использовать акции компании Markets. На пополнение есть хорошие бонусы. По моей ссылочке в описании можете переходить. Значит, давайте посмотрим обычные валюты. Евро, доллар. Так, у нас здесь формировалась хорошая линия поддержки. Вот такая. Поэтому рассматриваем точки входа на продажу. Вот линии сопротивления. Все, до поддержки, я думаю, мы еще не скоро дойдем, поэтому это единственная пока хорошая точка входа. По фунту примерно такая же картина, но здесь входить пока что рановато. То есть цена очень близко находится к уровню сопротивления, поэтому лучше подождать, пока цена уйдет чуть подальше. То есть она уйдет подальше и потом будет возвращаться. Тогда мы можем рассмотреть точку входа на продажу. Что касается поддержки, у нас здесь пока что ничего такого надежного я не вижу. Поэтому, ну, еще как вариант, мы можем ждать вот зеркальную линию поддержки вот в этой зоне. Ну, да тут далековато, конечно, но, в принципе, в течение недели она может вполне дойти. Ну, давайте посмотрим золото и нефть. По золоту мы находимся в движении к зеркальной линии поддержки теперь. Вот, поэтому вполне возможно здесь можно будет покупать. Так, да, пока что все, очень хороший сигналчик. И давайте нефть посмотрим. Ну, вообще нефть хорошо ходит, да, вверх-вниз, вверх-вниз, качели такие неплохие у нее. Так, ну, что мы здесь можем посоветовать, рекомендовать? Ну, только вот эту линию поддержки. То есть, если рассматривать сопротивление такое, то хотелось бы, чтобы цена сначала немножко отошла вниз, да, а потом уже шла вверх. Тогда мы можем рассмотреть продажи. Если прямо сейчас пойдет, это будет слишком рановато. Слабая будет, слабая линия будет. Вот такие вот прогнозы на сегодня. Желаю всем успешной торговой недели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие инструменты вы хотите, чтобы я рассмотрел. Всем хорошей торговой недели. Same Markets. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok